Всем привет, с вами Paymel, и сегодня мы начинаем проходить игру Divinity Original Sin 2. Я играл в первую часть, проходил её, но, к сожалению, это было настолько давно, что я уже даже не помню, о чём там речь была. Но, вкратце, если вспоминать, боги ослабли, и повылезала всякая нечисть из-под земли, там, по-моему, из других миров каких-то. И, собственно, мы с этой нечистью сражались. И главный, по-моему, босс был какой-то, по-моему, дракон даже, божественный. Собственно, игра, я так понимаю, начинается после гибели этого божественного. И, по сути, это всё, что я об этой игре знаю. Ну, кроме того, что появились новые расы, новые какие-то специализации, новые варианты использования способностей. И, наверное, надо начинать. Я выбрал для себя человека, будем проходить именно им. А что, ну, по-любому, ещё будут компаньоны. И компаньоны будут как раз других раз. Вот, а, ну, человеку как-то привычнее. Вот, буду я проходить за волшебником. Вот, в частности, это будет именно такой боевой маг, скорее. Вот, будем использовать именно за заклинание разрушения, по большей части. Вот, и здесь нам, как бы, дают, где-то, вот, пирокинетику и геомантию. То есть, заклинание огня и, я так понимаю, заклинание земли. Земляные атаки, плюс ещё какие-то знания и легенду. Что это такое? А, познавать предметы это. Собственно, будем вкачивать интеллект, будем повышать его способности, таланты. Какие нам тут дальнобойность, дальность навыков и свитков. Ну, неплохо. А что-нибудь ещё можно? Нет, нельзя. Так, теги. Вот, я дополнительно взял ещё учёный-шутник. Будем какие-то непристойные байки травить. Повеселей хотя бы будет как-то. О-о-о. Ну, вот, пускай такое будет. Всё-таки это больше, наверное, для каких-то гномов подходит, дворфов. Так, ну чтож. Происхождение человек. Преобладающая раса Ревелона. Умные, гибкие и суеверные экспансионисты. Гражданская война опустошила их земли, но не подорвала их господство. Таланты. Накладываем эффект воодушевления на три хода, я так понимаю. И защитный купол. Восстановление 9 брони физической и 8 магической. Ну, супер. Волшебник. Поехали. Да. Уровень сложности у нас будет классика. Стандартный, средний уровень. Всё случилось так, как я и предполагала. Всего лишь капля магии с тока. И как мухи на мёд. Встретились чудовища. Сброс запаниковал. Началась резня. Магистры показывали на меня пальцами. Как я и планировала. На меня надели ошейник и кандалы. И отправили в Хорт радость. Я прибыла сюда, чтобы убить пробуждённых. Но вместо этого я стала частью их истории. ДИВАНИТИ ОРИГИНОЛ СИН 2 ДИВАНИТИ ОРИГИНОЛ СИН 2 Ну, что ж. Приключение начинается. Так. Исток заглушён. Ну что, ещё немного шатает. Не волнуйся, успокоитель не скоро отпустит. Магистр СиВен. Вот это я так понимаю, да? Не спеши пока спокойнее. А свой седок, потом поднимайся ко мне. То есть у нас магический ошейник, чтобы мы магией не пользовались. Так, значит, это всё же был не сон? Ммм. Магистр СиВен. Окей. Расохранено. Очень-то бы сказать можно. Даже не все, как они меня привязали. Поближать удалять. Скука. О, медицинский шкафчик. Ничего нету, Жаня. А что за череп? Ты не слишком разговорчивый. Ладно, ладно, начиная. Так, стол письменный. Тоже ничего нет. А для чего тогда вы поставили? Для красоты? Ну, заперто. Странно, правда, да? Так, по лестнице можно наверх вылезти. А что по нему, ну, щелкнуть и... И че? Подобрать. Хлеб, груз или провизия. Пусть будет. Иголочку найти? Да, неплохо был бы, я думаю. Так, ключ найти, да? Ну, куда-нибудь в мешок, может, засунули. Ух ты. Перемещение панелей контейнеров. Меню предметов. Ничего не понимаю. Куда можно перетаскивать? Пусть будет. Бедро. Окей. И чем мы тут набрали? Это наш инвентарь. Ух ты. Плюс два физической броня. Ну, так-то веселее. Правильно, нафиг он нам нужен. Ага, там что-то еще есть ваза. А вот и ключик, собственно, персоны. Так, хорошо. Че нам еще не нужно? Коробка, нафиг. Рюкзак. Кажется, бездонно. Спойте рюкзак, чтобы хранить гранату, стрелы и зелье. Чего там? Поместите его куда? А, вот сюда можно поместить. Пускай так будет. Метро. Ну, фига нам оно. Так, ну, ключик у нас есть теперь, да? Открыто, супер. Пучина, письмо. Книги. Че еще здесь есть. Признавайтесь, че счет меня утаили. Ножичек. Нажимные плиты, а где? Так, ну, окей, я понял. Щепки. Размягчите их. Так, ну, давайте нам туда ящик. Нажимные плиты. Вот это, да, я так понимаю, да? И как? Щелк. Супер. Так. Прочесть. Приказ коменданта стража. Мне стало известно в очередной раз, что кое-кто пренебрегает мерами безопасности грузового трома. Ставя ящики на нажимные плиты, это недопустимо. Смысл этих мер в том, чтобы гарантировать присутствие по меньшей мере трех магистров при смене караула. При следующем нарушении, как минимум, один магистр отправится за борт. Кому жить надоело, ставьте ящики и дальше. Окей, действие неизвестно. Хлеб действие неизвестно. А? Хоть что-то есть. Угненный шар, воскрешение. Кушин, барахол. Словка, параник. В смысле? Мы же поставили щелк. А что еще где-то есть, что ли? А-а-а! Оно че. К тому, кто знал. Вы наступили в масло. Масляная поверхность замедляет вас и могут загореться. Да ладно. Уде, давай. ты кто в фунике именно так что либо вы не успеваете снижаться торчега отказала шпинаю фортущик люкующий магистр постепенно просыпается начало сперва он кроват 1 налитый кровью глаз посадить второй все мая смена кончилась и рецепт меня сменяя что ли юн мачистер юр шоу шоу у ютюр фил пистолетчак чужие шоу учебы м м м церкви а у нас что есть вообще ваше убеждение но открытый стойки и в поле ума так вот кей Так, очки действия в пошаговом режиме Окей, я вас понял Так, я первый хожусь, да? Атака перемещения Ух ты Ух ты Мы выжимем вообще Должны мимо Отлично Магистр Ленар Ключ Да ладно, очень серьезно, заперто Пленник встречается своим взглядом Его голос выслышки неблагодарность, оглумливую злобу А, свободу Слаще любого вина И в ответ я освобожу тебя Молись, пока еще может дышать дружок Чертоги ждут тебя Да ладно На Так Слышь ты Че б с тобой сделать-то Так он нас сейчас убьет так Хорошо Хорошо Чертоги ждут тебя Все Блокодема Че тут у нас Жареная тарелка Ух ты Здоровится, восстанавливается Шикардос Это прям полезно Запер А мы какой ключ нашли нет Видимо нет Ничего хорошего Ух ты Стоп, 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 стоп Свиток Электрический разряд Отлично Притащите зелье свитки На лужу С водой Или пар Я думаю пока не будем Применять Найдем на ком Спытать Отмычки А зачем У нас же вроде был этот Ключ Все шмонать Так, че тут лежит, да? Пусто Так, зелья лечения Бочка Со слизью Так, стоп Свитчу поднести Так, че ли? Ух ты Здорово Ну скажем так Нетривиально Все это работает Это было не самое элегантное решение Согласен Колода карт И опять все сначала Остается лишь двигаться вверх Ну почему же Мы достаточно много всего интересного Увидели тут Отметить А че отметить Аааа Вон че То есть мы пришли туда откуда начинали, да? А можно череп воскресить Так, че Так, хорошо, что у нас есть Колода карт Мы чеки Электрический заряд А че они заблокированы, что ли? Ну ладно Бочки с нефтью Что можно подарить перманьяку, у которого все есть? Ну, собственно, я и есть перманьяк И здесь снять, убрать Штаны Да, собственно, больше ничего нет Пустой флакон Значит, можно что-то потом с ним сделать С этим флаконом, да? Чтоб он стал полным Панель создания предметов Допустимые яблоко Яблочный пирог Яйцо Ветчина А че можно, например, вот хлеб и ветчину Неверное сочетание А так Ну и ладно Не боль-то и хотелось Рецепты Ммм Мало изделий интеллекта Рогатик Рогатик Ну ладно, не больно и хотелось. Так, действия. Что за действия? Достать. Режим скрытности. Простая атака. Девник. Карта. Метки задания, странствия, секрет. Диалоги. Не густо. Создание предметов, фатнель, навыков. Стоимость навыков, одна память. Использованные ячейки 3. Ячейки памяти, врожденные навыки, навыки от предметов, внезапный удар. Учиться предмет такой. Геомантия, перкинетика. Ну ладно. Наверх-наверх-наверх-то, да. Так, новые сведения. Страницу хроник. Обновленный дневник. Жаркий ошейник. Найти кого-то, кто поможет снять ошейник истока. Ага, мы колдуны истока, которых Божественный Орден арестовал и везет на тюремном корабле Форд Радость. Свежий бриз. Священная война. Окей. Золотая чаша. Хлоп. Книжка. Че за книжка? Прочесть. Мы долго считали исток благом для нашего общества, однако достаточно взглянуть в направление короля истока, чтобы понять, каким несчастьем может привести такая магия. Когда-нибудь другой Орден должен будет пойти по стопам истока борцев. Клунов можно и нужно заставить замолчать. Новая модель ошейников истока, предложенная вредиманом, оказалась весьма эффектной. Эффектной, эффективной. Окей. Так. Череп. Осталось палку найти, да? Ох ты. Перегон и куб. Грязи нет. Можно расстолочь в пыль. Объединить. С чем? Ну с чем это можно объединить, объясните мне. Крепец бы с ним. Пусто. Так. А почему он на желтом тогда? А, вот теперь уже не желтый, да? С ним поговорить можно. Это я так понимаю вниз. Упадем. Крышка, кастрюля. О, колбочки. Че-то мы всего набрали. Зачем нам отток? Бочка. Ух ты. Яблочный сок. Ну надо же, как мы повеселее, Элли. Да, я гляжу, ошенечек на тебе, сел как влитой. Отличная работа, аж сердце радуется. Древняя книга. Угу. Ну вот и ты, не слишком туго надеясь, и опрошенник, и не волнуйся. Всякому псу надо привыкать к поводку. А теперь иди к магистру Уильямсу. Каждый пассажир должен быть вписан в судовой манифест. А за то, чтобы записи лились как положено, отвечает Уильямс. Ум, уникальные теги. Ученый. Ммм, задуматься. Судя по форме помещения, он находится на борту фрегата класса Люциан. Но почему? Странный вопрос. Да потому что ты в море, конечно. Уже несколько дней. Прижимая губам указательный пальцем, какое-то время на оценивающий смотрит на вас. Я смотрю, ты слегка не в себе, верно? Возможно, я переусерден. Я уверен, что ты придешь в себя и начнешь соображать. Ну, или нет. А пока все, что тебе следует знать, мы направляемся в Форд Радость. Тебя ждет новая жизнь. А если будешь хорошим мальчиком, то, возможно, есть исцеление. Расставание с истоком насовсем. М-м-м... Я не буду этого делать. Отложив одну руку, вам на лоб, а другую пытаюсь защитить пульс. Подобные галлюцинации редки, но всякое случается. Я рекомендую кружку Гринфейн и как следует взрывнуть. Ну, и... Спокойнее. Ага. Эсэс, метко задания. Натемнятки. А что нельзя-то взять-то? Я хочу вот эту книжечку почитать. Ну, ладно. Нет, так нету, подождите. Магистр Мороу. Так, с нами они разговаривать не хотят. За спиной магистров видите окромавлен неестественно изогнутый труп. Черт-лица в этом массиве вертлить невозможно. Произошло убийство. Кто-то из голоднов прикончил своего. Тебе повезло, что на тебя... ...что на тебя как раз тот момент надевали ошейник. А то и ты оказался в подозрении вместе с остальными. Щ. Фигера Мороу. Угу. Расследують дело Уотерс. А давайте поможем. Оу-и-и-и, Парнер. Ладно, пусть у他 сама себя отказывает. Щ ими, ты потом, а там у трупов в лакте в руке. Хорошо. Подождите. Так, здесь и выход наружу. Я понял. Но сначала все смотрим. Лижанка. Моток веревки пригодится, я думаю. Сибила. Так, нет, ну давайте зайдем, посмотрим. Магистр Оторс. Я думаю, нам все равно придется это все обыскивать. Почему бы сейчас не начать? Отвративнее зрелище, верно? Може всего, что это случилось с нас под носом. Мы же защищаем этих людей. И это нам еще очень повезло, что никакой исчадии пустоты не примчалось, учуев исток. Ну ты тюремщица. Финн относился к этому по-другому. Он отчаянно нуждался в нашей помощи. Две вещи пугали его до умопомрачения. Его же собственный тень и собственный исток. Мы выясним, кто это сделал. Кстати говоря, рассказчик. Она поднимает на вас взгляд и улыбается без тени теплоты. Когда произошло убийство, я была в карауле в одной каюте с тобой. Ты спал. Даже не шевелился. Ты один из очень немногих на этом корабле в чьей невиновности, я уверен. Если, конечно, ты не способен убивать во сне. Не подозревает ли она своих его друзей? Фина убили истоком. Если бы это сделал магистр, он не был бы магистром. Предатель. Скорее похоже, что кто-то из пассажиров сумел избавиться от ошейника. А дальше? Вот, полюбуйся. Так. Мне не помешал бы кое-кто, кто послушает, о чем говорят пассажиры. Иногда они побаиваются тех кто в форме. Так. Смерть на нижней палубе. Пронесешь мне что-то полезное, получишь звонку и золотую монетку. Что скажешь. Давайте попробуем денежки побольше сядь. Нет, здесь это не так. Да и знаете, что ты слышишь. Тот, кто это натворил, очень опасен. Ладно, хорошо, а можно зайти посмотреть. Оставь это в покое. А чем минус пять-то сразу? Эээ, хорош. Можно электролизовать или заморозить кровь. В отношении минус пять. А че такого сделал, я хотел просто посмотреть. Исток заглушен, заглушен, заглушен. А вот и ты, дорогой супруг. Мне затруднит ли тебе объяснить этой милой сфоре малолетних вовсе не бандитов, что я не малейшее отношение имею ни к какой Лоусе. И пить я тоже не умею. И вообще у меня смертельная и смертельная аллергия. Ну давайте подыграем. Ты совершенно прав. О, супруг мой. Госпожа Жозефина Грибблс де Пип наотрез не согласна, что ее с кем-то пу... с кем-то спутали. Что? Что смешного? На ее лице с застревавшимися чертами проступает широкая улыбка. Она со смехом отгоняет детей прочь. Ну да, ты меня раскрыл. Так и иди своей дорогой. Может я тебе спою что-нибудь потом, когда буду готова. Она поворачивается к вам. У нее другие под глазами грязные волосы. Пустая улыбка. Надо же как-то развлекаться. Ммм. Давайте это... Пожмем руку. Все верно. А давайте вместе осмотримся. И прикроем друг другу спину. Спасибо, но я уже предвожу калитарной, эксклюзивной корабельной банде. Мы каждый день после обеда играем в мяч. У тебя для этого кишка тонка. Береги себя. Про убийство? Я узнать не хочу. Неведение есть благо. А чем оно полнее, тем блаженнее. Незапно. Ее глаза заливает неестественная чернота. Серые вены расползаются по лицу. Рот искривляется в недоброй гримассе. В тучи набежали и тут же развелись. Она улыбается, отмечая не бывало. Удачи. А что-то знает. Что-то она знает. Ищейка. Имя. Не люблю комедий. Ну, ты вообще-то убийца улыбаем. Окей, я вас понял. Ты кто? Эльф читает том знаменитой энциклопедии Крэнни Хуберта. Он поднимает взгляд. Его круглые глаза, оценивающие, взирают на вас, не упуская ни единой мелочи. Он берет вас за руку и принимается ее вертеть. Так и эдак, рассматрив вашу ладонь со всех сторон. Под конец он слабо, почти ласково щиплет вашу кожу. Поразительно. Он откидывается на стуле и вновь утекается в книгу, быстро листая страницы и не обращая на вас никакого внимания. Хм. Давайте про книжку спросим. Это чрезмерно детализировано и, вместе с тем, слишком поверхностно. Я знаю начало и конец этой истории, но середина отсутствует. Скажи мне, что ты знаешь об истории вашего нашего мира? О, давайте ученого используем. О, пожалуйста. Да умоляю тебя, я не интересуюсь этим. Ваши книги и так им переполнены. Нет, я хочу знать о делах небесных и о чужанах о ваших богах. Здесь сказано, что они создали всех существ, но ни слова о том, что было раньше. Где ты из-за бога? Откуда ты из-за бога? Откуда взялись эти боги? Кто их последователи? Где остальные из их народа? Мм. Историческая книга. Разумеется, я не знаю, какой ценной информации, чем я ждала. Это было нового. Половься, пожалуйста. Не мешай. Не мешай. отчетков сессии ракция чувства старинами о об этом значит магистры едином сочувствовать и это она в нем садитесь да подожди это белый ул и с ними за сноса хранишь верных божественному ордену а ведь они у нас убили ты в курсе конечно ли как никто не найдет но может не сомневаться обручил сетский честный гном а есть как и войны сезона права честный гном прислушайте паренек что слышно а что должно мы услышать вообще действительно корабль ясное дело а у и за салон ваше сад диктан интернете получатся пил анти и Это не злость, это... Чего? Предвкушение. Что-то намечается. Ну, я так думаю, кораблекрушение намечается. Как всегда. Что-то намечается. Да, парень, отличная новость, отличная новость. Это колесо, рулевое колесо. Чучело-то непонятливое. Оно скрипит всякий раз, как рулевое вертик. К часовой стрелке, а значит мы плывем на восток. Ух ты. Горимая борода. Это означает, если мы плывем уже... Да, всего 10. 34 морских мили до форта. Радость. Вообще-то я капитан. О, все-таки у нас зверь-капитан. Так, спасибо. Ага. То есть, я так понимаю, нас так плавно знакомят со всеми героями, которым мы повстречаем. Красный принц, зверь, то, что нам предлагали в начале их выбрать. Свежее лицо в этом завтра, давайте вас оценим. Возможно, вы изгодитесь. Зисточный схема конца. Как ваш택 товарищ любит уaph Wu. До встречи, внезапно рающихיכей. Зубы наши осмотреть хочет. значит давайте посмотрим что будет некоторые дефекты тонн налицо но я видел похоже в конце концов на таком убогом суденышке нельзя рассчитывать на первоклассный товар на цепи и у нас имеется умеете его готовить с асфальский коньяков м в кубке с но боги не думайте поминать этот опыт испытания репу он же до сих пор второго визащий ищет ну как бы это задание так как он мешок вместо рубахи особых надежды не считать не стоит стакан последний вопрос чужой внешний вид в порядок деликатно искусство косметики и дело как от пол косметики спорта это создать так я думал теперь понятно что я насаждаю чем моему а что досаждал моему обонянию но если я не подхожу по его параметрам никак с 3 костюм заст 3 костюм проведем оценку аспекты рэнс по вашему собственно свидетельствовать чувство вкуса у вас как у навозного жука чувство моды как у мартышки в клоунском наряде а личной гигиене умолчим от вас звоняет как от трупа на солнцепёке вы знаете это со всеми было не годится к сожалению вынужден вам отказать такой раб мне не нужен простите да знаю знаю но вы лишены самого необходимого так что это будет хорошая работа получается из более качественного материала да я знаю я не собирался ли прислушиваться ванны но продолжайте отдачить свое умение и со временем он может найти из применения в каком-то доме поскромнее моего главное не сдавайтесь держите за свою мечту мой спасибо я тоже думал придется прислуживаться так бабло кружка какая-то шуты перегрузка нафига нам тогда бочка с водой на высоте ульяна подпросим к что у нас еще той обычно лабораторное оборудование которое нам тоже не уперлось никуда чертой каинь полный сон полчаса варь в 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 лить в все в в так в объединении с чем с бочкой воды можно что так хорошо у нас есть ведро воды вот кружкой воды ведро воды для чего нибудь может пригодиться бедро с водой там бутылка пива кружка пива магистр гектар так понятно не хочет нам говорить лохмочный мужчина советую быть осторожен на кораблестью биться я готов ставить свое жалование на три месяца что это подонок и фан и фан бен мест ну что так жмет поменьше сплюнув вашу сторону мрачный магистр возвращается к прежнему занятию он недовольно таращится на и фана а теперь еще и на вас почему магистрову мы друг друга действительно знаем к сожалению я его командиром был много одни на углу назад верно вик то есть этот и фан был когда-то тоже магистром с 14 лет не чуть не изменился только кто-то дал ему меч побольше и теперь его кричит большой гульфик нет невиновен да это одно убитые нации на его звали да я с ним дел не имела на буду я никого не стал бы убивать безвеской причины и финансы завтрак начистоты хуста мчилин чужая раздражение трудность честь достаточным основанием так что он знает про получалось радостно слышал много ничего хорошего и вы неудивительно поскольку он заправляет александр дископ александр вон дыр футболе тимитом принято сенсором так интересно доведется ли нам узреть кукловоду собственной персоной в сфере честно говоря я не знаю честным там делать я хотел бы там только уцелеть интересы и нас она подходит в аминсалов не делал до сына самого божественного ох кара веках на вот ничего и чечевок тебя не осуждают но веков удар хватит если он такой услышит в киеве киспай что там за заговоры эй ты тебя как звать а не обращение внимания вика просто злая муха укусила и увы это муха я имя виктор вступай прочь живо и фанта функционер на протоке так что у людей чуть такое старый колпак замасленная дверь ну в принципе можно потом сжечь так эльф сибилла двойка смены и глазки шичакл я вижу паре именно так они и будут выглядеть ммм присоединиться не дают да ммм к сожалению от игра не до двоих бросай кости решай судьбы ммм че айси кончились ммм будущее не все а вот прошлое по плоти я читать умею особо эльфийский дар и я неплохо им владею я могла бы визнуть тебе руку и сказать как ты провел вчерашнюю ночь будем проверять о чем давай кошка вылизывает мне руку ты был в подвале с другими клунами пока все спали ты ворочался без сна и думал о том о ком и думал о ком-то кто остался дома о ком-то очень дорогом ты вспоминал о том что вы когда-то делали вместе о ком-то конечно истина всегда рядом со всем рядом под кожей но не волнуйся моя радость я твои тайну не выдам я не раскрываю об открывшемся мне вкусе а чью судьбу сейчас ее кости решают не тревожься милейший не твою впрочем никогда не говори никогда да ну знаю что дорогая ну ка ну ка сал а если не интересен темпе а все это что а все что это действует и он что дождет отношения по л да ладно ладно все отчеты Чтобы украсть вещь Пока хозяин не замечает Это как? То есть она может куда-то уходить А как режим скрытности включить? А если так? Сколько ж полезного в этом филе Какая-то лиздушка, что должила его мне И чё? То есть она никак не отойдёт, да? А вот здесь, например Кусок плоти Хватит красца Да ладно, всё хорошо Эльфы Стоп Э-ээээ А может ты мне сейчас упоесть По этому куску плоти? Она больше не обращает нас внимание А кто может? кто-нибудь может мне помочь а ищейка друг животных друг животных понятно если не могу поговорить такие сече у человека крияда то есть никто не мне не поможет да хоть мы и уперли тут а могу я например и вот так вот украинский с ним. По крайней мере, фолиант... Оу! Не-не-не-не-не. Ты что творишь-то? Так, древняя книга. Прочесть. Король исток утверждает, что ни одна область магии не должна быть запретной. Даже та, что блокирует или вовсе лишает кого-то истока. Его безумие — подарок судьбы. Это приглашение погрузиться в манипуляции той сущностью, что мы некогда полагали незаглушимой. Король снабжает нас самыми разными подопытными. Далее в тексте описывается заклинание — материалы, необходимые для заглушения истока. Некоторые предметы введены черными чернилами и подписанными. Шлем, ошейник, маска. Для заглушения. Шлем, ошейник, маска. И что это значит? Шлем, ошейник, маска. Вот, да пофиг, куда нам выбросим. Мало ли чё, докопается до нас. Так, стоп, а вот это что такое? Есть и неизвестно. Как это изучить, интересно? Как это изучить, интересно? Охо, хоюшки, хо-хо. Так, ладно. Что здесь у нас? Охо, я не знаю. А если она пытается устремить, устремить, устремить. Так, стоя в центре помещения, вы замечаете колдунью, высокомерно взирающую на парочку недовольных нервных магистров. Они держат ее под прицелом арбалетов, пока офицер ведет допрос. Так, ты сознаешься? Ты убил этого беднягу? Да. Но это было лишь начало, разумеется. Она поверит голову и смотрит прямо на нас. Есть и другие, чья жизнь должна закончиться. Боги, эта женщина безумна. И ты там, колдун, скорее беги за магистром Сивен. Но это сумасшедшим мало, просто ошейник надеть, ее надо сковать по рукам и ногам. Это означает, что твое путешествие подходит к концу. Но советую задержаться до финала. Поскольку... Ух ты, а ошейник снимает. Я как раз собираюсь закатить сцену. Быстро сделайте, если что-нибудь. Если она обратится к истоку, придут исчадие пустоты, и тогда нам конец. Она улыбается злобно и радостно. Именно. Бой. Что случилось? Что случилось? Так, где лежат, есть? Пусто, пусто, пусто. Витрина пусто. Так, сундук. Оу! Жезл, колотушка, жезл. Вода, яд. Яд. Вода. Сырный хлеб. Тыквенная похлебка, бутылка вина. Ветчину. Ну, красный лиц иан. И голавль. А че сразу не сказали? Что можно вот так вот все делать? Заперто. Ну, кто б сомневался. Ух ты. Ага, через это можно зайти, да? Стоп. Записка, запрос. Так, по-моему, корабль сейчас ко дну пойдет. Отчего ключ тогда? Алло. Так. Он жив. Они все живы, да? так вода вина раньше 100 так с ними все в порядке ладно эти магистров обыщем так но они все я так понимаю замысленный ключ ура кастрюля карманный нож дневник хорошо тихо 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 ты чё на на фоне дает сна юбс и дай свой дат бедро лежанка овца что за овца пирог с лососем домик стихов так он жив магистр стекает кровь перегонный куб так ладно что у нас есть домик стихов фигня какая то испачканные штаны нет текста зато есть дракона окей 3 4 ударить спину можно старый ключ осталось найти какой замок он открывает кажется я знаю запрос так процент для пропитания колдунов человеческие капуста репа подсолнечные мука что ерунда какая то прям есть и неизвестно так не ломается неисправный ошейник жезл вода дает навык посох мага спирт а супер а здесь если попробовать выйти честненько и в садов серьезно что так лежал и как и использовать применить неплохо ведро шлем да все пусто да беспокойные воды нечего закрыто то есть мы не выполнили это никогда жаркий ошейник нужно найти оружие я нашел убежать с корабля убежать за свежего бриза записаться у магистра Уильямса смотреться и подняться на верхнюю палубу кто-то тут тявкает и собачка влада а то есть мы мокрые все да не режим атаке а а а а м а зачем магистре да может быть как по другому можно попасть нет горит огонь бочку с водой туда да золотая чаша по любому можно продать на это м ей так мало богам а имя божественно что это за я не стыкался он косится на шоссе и чаянице замечал еще один колдун м м путем магистре даже не моргает одного вашего вида хотел чтобы он застыл на месте м 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 смотрит на своего спутника который затем катится на вас они спускают руки иди найдя укрытие и сиди там инфляция в правлении тирана брак продолжилась долгие десятилетия его жадность до власти и до истока пробудила короля а побудила короля создать кошмарные невиданные прежде машины и заклинания живых он наказывал смерти на мертвых не жизнь многие пытались дать ему отпор волшебники философы ученые но в конце концов воплотились за грехи брак заставил орден истокоборцев в смысле брака заставил орден и чего и чет непонятно перевели странно так здесь то же самое так понимаю брак обратился сестру кассандру в нежить муфты сделал письмо письмо так письмо что письмо я пишу это письмо и наш корабль еще совсем недалеко от острова но когда сова принесет тебе его мы уже будем в дне пути вняв твоему совету я подчинился приказам александра но я часто думаю о лицеане сменился бы божественность тем что мы делаем благословил бы тех кто отбирает детей у матерей неужели неужели это единственный способ мне холодно холодно телу и душе и я уверен только в одном твои руки согреет меня когда мы встретимся снова с любовью понятно так там еще какая книжечка да чашка с водой черненица письмо дневник точник стрелы молоток с его помощью можно чинить снаряжение хорошо изложено указание по перевозке колдунов в некое место под названием радость чья то злая рука перечеркнула его черной линией из верхнего левого угла в нижней правой чернила размазаны и записи дневника сложно прочитать впрочем часть последней записи вам удается разобрать разобрать ничего наконечник стрелы отравлены так ничего интересного юрист александр но что то здесь подождите подождите нельзя двигаться нельзя двигаться ну вот это я думаю надо было забрать с собой так хочу выкинуть тогда да условно ошейник на эту перегрузку да 150 но это явно не для нас ну ну ладно хорошо поймут посмотрим что еще здесь есть м м магистр серии мы с м м м м м м в области с так как рубах выкинуть ботиночки у нас вообще нет да кастрюля зачем нам крышка это ерунда спас на нас не подождите м обшивки подождите вот первым лук что-то опять надо выкидывать яблочный сок бочку придется выкидывать что делать размягчить их у нас есть ведро воды ух ты опилки записка символ предупреждение что он зритуман смерти украшения украшения В принципе, тут все можно выкидывать. Все-таки записки. Колоду карты что-то тут делают у нас. Да и это тоже ведро. Хорошо. Так лучше. Свежий бриз. Свежий бриз. Свежий бриз. Свежий бриз. Свежий бриз. Свежий бриз. Почему ты не убегаешь. Не решеется и так далее. Так манера. Держать книгу что-то напоминает. Да, разумеется, это след того, кто держит как книгу хочет прочистить его. А теперь если закончил плагать и пора искать место спасательные шлюпки да конечно же эльф он тот самый эльф который читал книгу что за эльф я эльф не более чем ты рваный тряпьё в котором ты облачил у меня была маска весьма островное устройство благодаря которому я и мог принять эту примитивную форму маску это у меня украла того проклятая ведьма после своей дешевые сцены то что она все равно утонет вместе с остальным дурачом и тогда я просто заберу маску с ее хладного трупа но если столь же разумно как спастись с утонувшего корабля и стая нижнюю своего покоя я бы пожелал тебе доброго дня но скорее всего тебя ждет весьма ужасный смерть так что он сцена искать учат скач сцены срочно нажимать плечами и вновь втыкается книга замечательный скелет так а здесь что а а а дорожка наверх хорошо что у нас здесь еще мне надо выбраться отсюда срочно а как не от него избавиться там что то есть по моему да а а может и нет так ладно вариантов у нас немного честно скажу Бой, офигеть, тепло. Замедление, хорошо. Мерзкое исчадие. 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 Пироманский, где он? Расколты меч. А можно его починить? Нет, нельзя. Мерзкое исчадие. От чего-то надо избавляться. От чего? Бутылка вина, 80 монеток. Да фиг с ним, давайте бочку туда выкинь. Что делать? Тяжелая. Мерзкое исчадие. Мерзкое исчадие. Мерзкое исчадие. Мерзкое исчадие. Дело. Хватит молотать. Невчонка. Отдеться гномов вперед. Все как в старых байках. В нем счетно дерутся. Жешковеревок. Вы говорили, что там внизу есть еще люди. Мы должны помочь. Вы спуститесь на нижнюю палубу. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот там есть лестница, по ней можно спуститься. Но все из-за тебя погибнем. Так, где лестница? Тут лестница, да? Но мы обязаны посмотреть. Мы должны помогать. Вот, наверное. Магистр. 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 А вот это? Магистр. Мы тут прямо куча народу остался. Магистр. Ох ты как! начнем наши игры да серьезно и меня тоже дал отравить идущих победе приветствует тебя ну давай горение 1 2 2 воодушевление альфа использовалась бывало серьезно метод загрузок в слепота в салтаре в салтаре Так, и чё? Это... это Магистр Сивэн. Та, что одела. Слышно, как она нужна помощь. Она пытается говорить, но может только гапить, когда она подкручивает ее ногу, пытаясь выстрелить болезнь. С тряпочными движениями, она подкручивает ее плечи жидкостью, и держит ее плечи, подкрученная в какой-то структуре. Плод быстро подкручивает в плечи. Магистр Сивэн открыт и закрепляет, ее глаза вверх в террории. Это работает. Кровотечение слабевает под нажимом. Сивэн скрепляет твою руку. Ее глаза закреплены с твоими. Сивэн. Что-то внутри корабля взлетает. Сивэн строгает к ее ногам, клинка к тебе крепко, а затем раздается в хруст. Нокдаун. Так, так, так. Он гробит корабль. Все, корабль тонет. Так мы спасли ее или нет? Нет. Нет, стоять. У меня на тебя большие планы дитя. Вставай. Достопочтимая Далис, мы потеряли корабль, перевозивший колунов из тока Форт Радости. Полагаем, что часть заключенных смогла бежать и освободиться от ошейников. Их мерзкая магия привлекла исчадь непростоты. Все, находившиеся на борту, скорее всего, погибли. Остаюсь ваш, слуга, навеки вечная. Верховный судья Ариман. И... Форт Радость. Свежий Борис. Глава 1. Глава 2. Побег из глаза. Тохнется. Алтарь странственной. Ну, ежели кто кроме меня не уцелел? Должно быть кому-то или чему-то я нужен живым. И что у нас осталось? Все, в принципе, осталось. И ошейник, правда, тоже остался. Ну что же, ребят, давайте-то на этом с вами заканчивать. В принципе, тут больше делать нечего. Нам остается теперь изучать главун под номером 2. Ошейник так и не сняли, да? Побег из форта Радость. В общем, как-то убежали. Кракен там все сломал. Увидимся на прохождении этой игры в следующей серии. И будем изучать эту новую землю, на которую мы попали после кораблекрушения. С вами был Павел. Увидимся.